Андрей Флешин, гражданин в США, психотерапевт, тренер, супервизор, специалист по телесно-ориентированной психотерапии, индивидуальная психотехника, стимулированный коуч. Спасибо, день добрый. Я буду здесь, пациент, если вам нужно увидеть мое лицо. Но самое главное будет на экране. Сейчас я хочу представить биологическую братную связь. Ее применение в нескольких сферах, но в данном случае сегодня о применении психотерапии. Ну, прежде всего, что можно сказать? Где ее больше всего применяют, а где применение уже исследовано. И, скажем так, мы получили подтвержденный эффект. Подтвержденный эффект, задокументированный научным. Это, конечно, синдром гиперактивности дефицита внимания, СДВГ. ОКР, при работе с депрессивными расстройствами, эмоциональными расстройствами разного рода. ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство и навязчивые состояния, навязчивые состояния, привычки, вредные привычки. Ну и, конечно же, алкоголизм, наркозависимость. Также расстройство пищевого поведения. Ну, речь идет и о тех, кто хотел бы похудеть, и речь идет о тех, кто страдает от булимии и анорексии. Работа психологической травмы, немножко описана в следующей статье. Страхи, панические атаки, фабические расстройства и поведенческие расстройства. Ну, мы уже слышали на предыдущем этапе, на предыдущем докладе о проблемах с детьми, о поведенческих проблемах немножко. Ну и нетерапевтическое применение, вы можете посмотреть, как хочешь, для бизнес-тренингов корпоративной реальности, корпоративной мили. А также развитие навыков интеллектуальных и ментальных в профессиях, требующих повышенной психологической эффективности, памяти, концентрации, стрессоустойчивости и так далее. Такой широкий спектр, это тренажеры и приборы, то есть это странно. Что же это такое? Как это работает? Какой принцип? А, вот еще особое применение с детьми и подростками. Стрессоустойчивость, развитие волевых качеств, устремленность, ну и, конечно же, эмоциональный интеллект, умение понимать себя и других. И что же это такое? Как неудивительно, но душевной работой и занимаются с помощью тренажеров. Этот тренажер, если вы видите сенсор, если вы видите сенсоры, не пишите на память, скажите, ага, а сенсоры на правой картинке, они везде соединяют, ага, понял, меня аж оглушило, соединяют, ну скажем, играющего, потому что основная форма в той или иной мере, но все-таки это игра, и больше всего этих активностей игровые по своей природе. Вот, соединяясь с компьютером, и в компьютере мы видим отражение своего состояния, своих переживаний, и мы учимся управлять своим состоянием, тем самым формируя способность поднимать свой тонус, расслабляться, активировать себя, удерживать какой-то баланс, и формируются качества, связанные с чувством силы воли, с чувством спокойствия, уверенности, и многое другое, что вы можете, в принципе, сейчас немножко продумать, а в конце мы еще сделаем демонстрацию, как это работает. Ну, сейчас немножко я расскажу о программах, где я уже применял это в психотерапии. Эти природы, этот прибор, о котором я говорю сейчас, регистрирует сопротивление кожи, изменение пульса и кровяного давления. Ну, то есть то, что есть устроено так же, как это детектор лжи. Все то же самое, только другое применение. Мы учимся влиять на то, что происходит внутри, мы получаем доступ к своей душе, научимся этому самому здоровому интерактивному диалогу с ним. Да, и, коли уже речь идет о том, что здесь больше, в этой статье работа с детьми и подростками, то да, здесь большое преимущество в том, что сказочный волшебный сюжет увлекает, он им интересен. И они учатся этим умением, даже не задумываясь о том, что это полезная работа. Я иногда припидал хитрости, я показывал игру, увлекал ей, а потом говорил, после продуктивной части нашей терапии мы можем получить это поощрение. Поиграться. Вот, чтобы было еще более терапевтично. Я применял эту игру в Америке. Ну, в данном, я говорю игру, это игровую программу в Америке в трех программах по работе с кризисом и поведенческими расстройствами. Первая программа это была, тут не обязательно все подряд читать, это я уже для себя эти ориентиры устроил. В двух словах, я работал поведенческим специалистом с детьми с поведенческими расстройствами, гиперактивными, неустойчивыми, тем, кому трудно учиться, тем, кому трудно контролировать свое поведение, тем, на кого больше всего жалуются родители, учителя и разные помогающие профессионалы. Я искал то, что поможет им в подходящей им манере, потому что, все-таки говоря о том, что когнитивно-поведенческая терапия и поведенческая модификация, ну, основные наши методы, но они в большей степени похожи на дрессу. И ребенку, живущему и так, под большим напряжением, и изнутри, и снаружи, то есть и учителя, и родители давят, и они хотят быть хорошими зачастую, и не получается собладать с собой. Я искал то, что может им подходить в большей степени. Вот как раз вот это и было. В основном у нас стояли диагнозы и поведенческого расстройства, неуправляемого поведения, завязанных и на СДВГ, синдром губеративности или дефицита внимания, и иногда еще и эмоциональные расстройства, и расстройство спектра аутизма. Научиться этим детям и подросткам управляться со своими переживаниями. И в дополнение к тому, что усваивая навыки саморегуляции, я заметил, что преимущество использования этих программ и в установлении терапевтического контакта, и ненавязчиво преподнесение той информации, ну, той терапевтической информации, как мы постоянно говорим, иногда это как насилие. Это как заставить ребенка делать то, чего он не хочет, тем более вовлечь семью. Но здесь мы работали немножко меньше с семьей. Игровая форма и то, о чем я уже говорил. И основные симптомы зачастую снижались. Но так или иначе, я говорю о своих наблюдениях, не проверенных, ну, скажем так, научно, а ссылки на экспериментально подтвержденную базу будут в конце, там можно будет уже посмотреть, что биофинга и нейрофинга, биологическая обратная связь, уже обнаружила, уже нашла. Далее я использовал, ага, перескочил, еще в программе по интенсивному терапевтическому вмешательству Family Based Therapy в компании, указанной здесь. Здесь, кроме диагностики и поведенческих проблем, мы работали с детьми и семьями в состоянии кризиса, там, где ребенок на один шаг, или от того, чтобы его институциализировали, то есть забрали восправительное или лечебное заведение, или просто лишали родительских прав. Здесь терапия достаточно краткосрочная, интенсивная, с тем, чтобы ребенок, подросток могли остаться в семье и сформировали способность, навыки справляться со сложными ситуациями. И это в этой программе было очевидно... Перескочил еще. В этой программе еще было очевидно то, как легко сместить фокус внимания с проблемы на физиологию, на особенность нервной системы. С того обвинения, которое звучит в том, он неправильный, его надо исправить, на то, что да, это физиологическая особенность, и каждому дана возможность с этим справиться. И мы научали детей, и иногда часто даже вовлекали родителей, вовлекательную активность, которая помогала находить новые ресурсы, смещая с проблемы на решение. И далее я применял в институте Питерса с жертвами сексуального насилия и с детьми и подростками с девиантным сексуальным поведением. Ну, то есть с насильниками, с обратителями, говоря по-простому. Большая часть из наших клиентов, даже те, кто сами совершали преступления на сексуальной почве, были сами травмированными именно на сексуальной почве. Так что можно говорить о, в принципе, о жертвах сексуального насилия. Дети и подростки от 4 до 19 лет справлялись со своей травмой и осваивали навыки саморегуляции, умение управляться со своими импульсами, умение понимать себя, принимать себя и справляться с тем, что иногда кажется невыносимым. Ну и, конечно же, вернуться обратно в общество. В этом смысле, в дополнение к предыдущим преимуществам этой методики, дополнительное преимущество было в том, что не всегда легко начинать терапию с рассказа о том, что было и как это было в подробности. Это болезненно и травматичное, как вы сами понимаете. Когда я рассказываю о сексуальных расстройствах, вообще сексуальность, я замечаю, что те, кто меня слушают, часто затаивают дыхание, уходят в себя, как вы сжимаются. Это страшная тема для людей, которых это затронуло очень мало. А те, кто это вообще не затронуло, практически не бывает. Так или иначе, есть какая-то боль в этой семье. И, конечно же, удобно начать с другой, игровой, с другой тем, с более физиологического контекста, и это дает возможность еще легче налаживать контакт. Не теряя контакта, продолжать наше терапевтическое влияние, наше воздействие и наше взаимодействие. Ну и далее, я говорил мне далеко не о всех областях возможного применения. И одно, больше можно почитать на сайте, а исследования на ниже перечисленных сайтах, ну, можно подойти ко мне, я наверняка найду здесь место, где я покажу эту методику, эту игру, и ряд программ, связанных и с коучингом, и с саморазвитием, и для взрослых, и для детей. Я буду здесь на фестивале, можно будет еще познакомиться с этим поближе. Вот, и здесь мои контакты, если интересно. А сейчас самое интересное, на мой взгляд, не просто услышать об этом, но, конечно же, попробовать это можно только одному человеку. Вот, но остальные могут соприкоснуться с этим поближе. Ах, тут уже два человека. Ну, хорошо, я тебе взял. У меня уже заготовлена одна из активностей. Сколько мне еще времени? Ну, я вам не буду делать. Тричневый. Раз, два, три. А ну, догонись. Быстро. Хорошо. И здесь использую один из игровых контекстов, удобный к применению. И чем еще удобен этот контекст, именно эта программа нам показывает два показателя. Так, я, наверное, перейду туда, чтобы пикать пальцем, а не указкой. Вот здесь у нас даже три показателя. Это сопротивление кожи, желтая линия, сердечный пульс, его перепады. Ну, можно сказать, что это динамика кровяного давления. И сердечная когеренность. Это замечательный параметр, который показывает нам уровень стрессоустойчивости. Вот это активное, хорошее расслабление. Чем удобна именно эта визуализация? Здесь мы и видим, и слышим. То есть мы можем закрыть глаза, но слышать ответ от своего тела. Я предлагаю играющему, у нас есть играющие, мы уже подсоединили, расслабиться. И расслабляться как можно лучше, спокойнее, но в то же время поддерживать достаточный уровень, ну, такой активности, баланса. И когда Наташа, когда Наташа расслабляется, вот это вот сияние из водоса расходится вокруг, и мы слышим более громкую музыку. И несмотря на холод и на то, что она знает, о том, что я рассказываю, о том, что происходит у нее внутри, ей дается, сейчас мы посмотрим, ей дается поймать этот конкретный ритм сердца. Но я ей предлагаю расслабиться еще мягче и лучше, для того, чтобы опустилась эта желтая льда. Потому что расслабление, слово одно, а под ним подразумевается очень много, ну, скажем, граней, компонентов. Есть люди, которым легко расслабляться на одном уровне, но трудно поддается расслаблению, ну, именно вот этому, скажем так, пассивному. И чем больше она будет стараться, тем дольше эта льда будет зависать вверху. Но сердце бьется, это действительно замечательно. Оно привыкает к тому, как жить в этой стрессовой, холодной атмосфере, быть на виду у всех. Это очень хороший ответ. Причем, если вначале ответ был очень хороший и расслабленный, то сейчас, когда я начал обращать внимание на то, что мы знаем, что происходит внутри, сопротивление практически постоянно на потолке. Я не могу быть уверенным, связанное это или нет, но уже как-то у меня уже есть некоторое наблюдение, как люди ведут себя в презентациях. Я надеюсь, вы поймали смысл того, как работает биологическая обратная связь. Это далеко не единственный способ с ней работать. Есть более доступные и более дорогие тренажеры. С некоторыми из них вы можете познакомиться, ну, позже, в несколько дней, особенно на выходные. Если есть какие-то вопросы, можно их задавать, но, наверное, уже не на сцене, а когда я спущусь здесь, чтобы освободить место для следующих представляющих. И о терапевтическом, не терапевтическом применении, а о применении в развитии детей или в развитии взрослых для личной эффективности и корпоративного тренинга. Спасибо вам. Добро пожаловать на мастер-класс. Спасибо.